Будущее в настоящем. Какого педагога ждет современный дошкольник? Александра Геевна Гагиберидзе, доктор педагогических наук, профессор, директор Института детства, РГПУ имени Герцена, Россия, город Санкт-Петербург. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые модераторы. Очень приятно говорить слова уважаемые, совершенно искренне. И я хочу сказать, что это огромная честь и, соответственно, огромное волнение выступать на, пожалуй, самой высоко рейтинговой конференции, посвященной проблемам дошкольного образования в Российской Федерации, которая проходит на территории Российской Федерации. Так что огромное спасибо оргкомитету за такое приглашение выступить на пленарном заседании. Вы видите тему моего выступления, и мне очень приятно, что все выступающие до меня докладчики говорили примерно об этом же. Мы все смотрим в одну сторону. Это очень важно для нашего профессионального сообщества. И мое выступление, оно сегодня, наверное, пригласит вас поразмышлять и продолжить эти размышления на секциях по поводу того, действительно, какого же педагога ждет сегодняшний современный ребенок дошкольного возраста. Говоря о ребенке, мы очень часто употребляем словосочетание «ребенок как субъект». Ребенок как субъект своей жизни, ребенок как субъект деятельности, ребенок как субъект отношений, но ведь ребенок, он и субъект образовательных отношений. И, как мне кажется, вот это проблемное поле качества дошкольного образования как раз связано с тем, что мы не всегда спрашиваем у ребенка, и как спросить у ребенка, а доволен ли он качеством своего образования, что является результатом дошкольного образования для самого дошкольника. Наверное, самая простая экспресс-диагностика, которой пользуются все дети во всем мире, это их желание или нежелание утром идти в детский сад. Это желание или нежелание идти в детский сад может быть связано с разными причинами, но одна из ведущих причин – это, конечно, педагог, который встречает ребенка в детском саду. Если же мы говорим не просто о ребенке, а о современном ребенке, то тогда возникает целый ряд вопросов. Что значит ребенок, современный ребенок, как субъект своей жизнедеятельности? Хочет ли он и с каким миром он хочет взаимодействовать? Готов ли он и хочет ли он и может ли он открывать себя этому миру, открывать самому себе свои внутренние возможности? И отдельный доклад можно было бы посвятить тому, а что же хочет современный ребенок и каковы его интересы, но это будет не сегодня, видимо. И вот на фоне такого ребенка возникает педагог, который тоже охвачен очень разными направлениями деятельности. На педагога действует и профессиональный стандарт, и нормативные документы, связанные с организацией дошкольного образования. Родители, как абсолютно полноценные субъекты образовательных отношений, диктуют свои условия. И вот в этой ситуации возникает вопрос, а хочет и может ли педагог взаимодействовать с современным ребенком? И готов ли он к этому взаимодействию? Мне бы хотелось привести вам результаты исследований, которые проводились, вот так получилось, с разницей практически в 10 лет. В 10-х годах 21 века мы проводили исследования, связанные с изучением социокультурных ценностей современных детей, и задавали детям вопросы, за что ты любишь своего педагога, и можешь ли ты спросить у своего педагога все, что ты хочешь. В исследовании принимали тогда участие полторы тысячи детей из 10 регионов Российской Федерации. В этом году наш институт инициировал исследования молодых ученых, которые проводятся силами магистрантов. Называется «Современное детство. Штрихи к автопортрету». Магистранты в разных городах Российской Федерации уже опросили 1800 детей в возрасте от 5 до 15 лет. В частности, спрашиваю у них, если бы в твою группу пришел твой друг, ты бы хотел, чтобы у него был такой же воспитатель, как у тебя? Некоторые из цифр, я хочу отметить, что практически нет никакой разницы между данными 10-летней давности и данными этого года. И некоторые цифры вы видите на слайде. Вы видите, что дети дошкольного возраста, речь идет о старших дошкольниках, чрезвычайно позитивно относятся к педагогу. Они его любят. Вот они его любят так, как может любить дошкольник. И при этом я подчеркнула, что это российский дошкольник, потому что именно в нашем русском менталитете любовь равно жалость. Вот они его любят, равно жалеют. Потому что у воспитателей очень часто голова болит. А как же ей не болеть-то, если мы орем все время? И вот такая любовь к педагогу, всепоглощающая, она характерна более чем 90% опрошенных детей. Но при этом только 30% из этих детей, а в некоторых регионах только 8% могут спросить у педагога все, что они хотят спросить. Мне кажется, что здесь возникает такой вопросительный знак и проблемное поле для раздумий. Характеризуя педагога, дети дошкольного возраста, естественно, говорят о его внешних качествах. То есть они характеризуют личность через внешние проявления. Она красивая и добрая. То есть сразу звучит внешнее и внутреннее качество. Она нарядно одевается, она веселая, например. Но при этом, вот вы видите, что более 80% детей так характеризуют своего педагога. Но при этом более половины из них говорят о том, что в детском саду воспитатели их учат, что вот эта дисциплина и следование правилам, хотя в этом нет ничего плохого следовать правилам, но ожидания ребенка от воспитателя как вот такого близкого значимого взрослого не всегда совпадают с тем, что реально предлагает ему педагог. На этом слайде просто приведены некоторые цитаты и высказывания детей. И если мы обобщим вот эти ответы достаточно большого количества детей, то, наверное, можно говорить о том, какого же педагога ждет современный ребенок. А современный ребенок ждет современного и понимающего педагога. И здесь, мне кажется, тоже такой большой пласт проблем скрывается, потому что, с одной стороны, педагог должен очень хорошо понимать вот ту самую не очень нам нравящуюся детскую субкультуру, например, героев детских фильмов, мультфильмов и книг, имена которых не всегда можно выговорить. А с другой стороны, понимающий педагог. Это педагог, который понимает вот этот самый секретный мир детства и понимает, что проблемы, переживаемые ребенком дошкольного возраста, чрезвычайно важны для этого ребенка. Они нам, взрослым, кажутся примитивными, а для ребенка они определяют смысл его развития. Дети ждут педагога, который демонстрирует позицию равного, позицию любящего, но не обучающего. Ну, вот этот недостаток общения со значимым взрослым, который мы фиксируем у современного ребенка в силу особенностей взаимодействия с родителями и поведения родителей, конечно, трансформируется в то, что в лице воспитателя дети ждут вот такого любящего, понимающего. И более того, сами дети открыты для личностного взаимодействия с педагогом. Они и замечают вот эти особенности его настроения, особенности его поведения и ждут, что в ответ педагог тоже заметит их особенности поведения. Ну и, наконец, дети ждут, конечно, педагога, который будет поддерживать их инициативы. А поддерживать детские инициативы очень сложно, потому что в группе, где больше 28 детей, поддержать каждую инициативу практически невозможно. Но, тем не менее, если мы не поддержим эти инициативы, желание действовать в дошкольном возрасте, то тогда не надо ждать, что в подростковом возрасте дети каким-то образом проявят эту самую инициативность. Если говорить о профессиональной деятельности педагога дошкольного образования, то вот вам еще одна трансформация того, какого же педагога ждут дети. Дети ждут активного педагога, активного даже в том смысле, что этот педагог хочет сам меняться. Он интересуется жизнью, то есть он не индифферентно относится к происходящему, погружаясь в рутину профессиональной деятельности, а он активен, у него горят глаза. Дети ждут принимающего и помогающего педагога, принимающего вот этого ребенка со всеми его особенностями и с тем, что он не знает, кто такой незнайка, к сожалению, но с тем, что он знает, например, как зовут всех динозавров в какой-то вот линейке игр. И они, конечно, ждут компетентного педагога в смысле умелости. Педагога, который много умеет и многому может научить. Не обучить, а именно научить. И в этом контексте, вот в контексте представлений детей о том, каким, какого педагога они ждут, мне кажется, что сама профессиональная деятельность педагога дошкольного образования становится очень такой метафорической триадой. То есть, что значит воспитывать и обучать детей дошкольного возраста? Это значит, что я умею познавать, это значит, что я умею понимать на основе результатов этого познания, это значит, что я могу помочь ребенку, потому что я узнала его, я понимаю его достижения и его проблемы. Можно ли говорить о том, что педагог дошкольного образования сегодня именно такой, каким его хотят видеть дети? Ну, по всей видимости, сами дети нам говорят, что не совсем это так. И возникает естественный в нашей действительности российский вопрос, что же делать? Вот, размышляя над тем, что делать, я предлагаю обратиться к тому, что уже сделано, а сделано в рамках того проекта, в котором участвовали практически все педагогические и непедагогические высшие учебные заведения в нашей стране последние четыре года. Речь идет о комплексном проекте модернизации педагогического образования в Российской Федерации. Я скажу несколько слов о том, что мне представляется чрезвычайно важным не потерять по результатам этого проекта. Поскольку это были профильные проекты, проекты, связанные с тем, чтобы изменить систему подготовки будущих педагогов и обеспечить их готовность к работе в условиях существования разных стандартов, профессиональных, образовательных, то вот это профилирование проектов, и в данном случае мы говорим о том, что выполнен четырехлетний двухэтапный проект по профилю подготовки педагогов дошкольного образования, могу с гордостью сказать, что 18 вузов, которые принимали участие в этом проекте, позволили сделать этот проект одним из лучших во всем комплексном проекте модернизации. И очень приятно, что научное и образовательное сообщество, которое очень часто не принимает педагогов дошкольного образования, как педагогов какого-то высшего уровня, это же не учитель химии или это не учитель биологии, но здесь мы имеем эффект того признания значимости и особенности педагога дошкольного образования. Вы видите, что охват проектом от Калининграда до Забайкальского края. Более полутора тысяч студентов в течение четырех лет были включены в апробацию новых модулей, новых программ подготовки, которые построены по принципиально другому подходу. Такая консолидация сообщества, во-первых, позволяет разрабатывать уже сейчас за пределами этого проекта новые исследования, новые сетевые программы. Я хочу сказать, что поскольку наше сообщество дошкольное, оно очень открытое, то естественно, что вот такое уже объединение вузов, и не только вузов, сейчас я буду об этом говорить, конечно, приглашаются абсолютно все желающие. В чем сущность этого подхода, в чем новизна? Новизна в том, что само содержание подготовки определяется исходя типичных задач профессиональной деятельности педагога дошкольного образования. Причем не каких-то абстрактных задач, а задач чрезвычайно конкретных, задач, связанных с взаимодействием с современным ребенком, задач, которые прописаны в нормативных документах, задач, которые диктует нам в сегодняшнее время существование разных субъектов образовательных отношений. Что еще нового в этом проекте? Абсолютно новая ситуация взаимодействия с практикой образования. Только погружаясь в реальную практику образования, возможно подготовить будущего квалифицированного педагога. Я хочу сказать, что студенты, которые в 2014 году начинали участие в этом проекте, в этом году выпускаются, заканчивают бакалавриат. У меня есть отзывы из Новосибирска, из Читы, из, сейчас не буду говорить, ну достаточно, наверное, наши петербургские студенты. Это совершенно другие студенты, и главный отличительный признак их от прежнего выпускника, они не боятся решать задачи реальной профессиональной деятельности. Потому что в этой модели практике дошкольного образования отдается право ответственности формировать образовательные результаты. В этой модели практик, педагог-практик является полноценным преподавателем, обучающим студенты. Это тоже, кстати, новая роль педагога-практика, педагога-супервизора, которая порождена результатами этого проекта. Это проект, который построен на основе модульного принципа, и вот этот слайд, который вы видите перед собой, на мой взгляд, очень хорошо демонстрирует эффект проекта. Вот начало модуля связано с тем, что есть абстрактная задача научиться общаться с детьми. Через два, два с половиной месяца, вы можете посмотреть на фотографию в углу слайда, мы видим перед собой студентов дневного отделения, которые реально решают задачи общения с детьми дошкольного возраста. Для этого проходит целая цепь событий и мероприятий за два с половиной месяца. Для этого дисциплины объединяются в модуле не по предметному наполнению, а по значимости решаемых в модуле задач. И поэтому в одном модуле, например, может появиться и психология общения, и практикум детские вопросы, и педагогика воспитания детей раннего возраста. Но то, что мы видим перед собой, реальный эффект, и мы замеряем этот эффект, это, конечно, несомненный результат вот этого проекта. Для чего я так долго рассказываю это в данной аудитории? Потому что, мне кажется, что результаты этого проекта мы можем использовать дальше. Потому что дальше возникает вопрос, что делать. И вот это что делать, оно вызывает целую цепочку размышлений. Вот первый, мне кажется, тезис для размышлений, что уже не надо в этой аудитории говорить о том, что чем меньше ребенок, тем выше должна быть квалификация специалиста, который с ним работает. Если мы говорим о современном ребенке, то тоже становится совершенно понятно, что образование современного педагога не может быть оконченным. То есть оно непрерывное, потому что ребенок меняется, социокультурная информационная среда его развития меняется постоянно. И поэтому непрерывное образование педагога – это сущностная характеристика вообще жизни в профессии сегодня. Вы скажете, что у нас есть такая система, у нас есть система повышения квалификации, у нас есть система дополнительного профессионального образования. Но я не случайно ставлю здесь с многоточиями вот эти мифы и реальности, потому что мне кажется, что может идти речь о создании вот такой особой системы или особой модели непрерывного педагогического образования или непрерывного образования педагога дошкольного образования, извините за автологию, в которой, в частности, могут использованы быть и те результаты, о которых я говорила выше. И тогда такая модель непрерывного образования педагога, она ориентирована, конечно, на наращивание способности этого педагога к решению задач профессиональной деятельности. Такая модель, несомненно, строится на лучших традициях отечественного дошкольного образования, потому что, на мой взгляд, это лучшая система дошкольного образования, одна из лучших в мире систем. Я говорю это с полной ответственностью, потому что имею честь представлять кафедру дошкольной педагогики Герцогского университета, расположенного в Санкт-Петербурге, кафедрой которой образовалась на 1925 году на базе Педагогического института дошкольного образования и на базе Фребелевских курсов. То есть, это кафедра, история которой начинается в 1872 году. И вот эти лучшие традиции, они, конечно, должны лечь в основу такой системы. Но эта система, она не может не учитывать особенности современных субъектов, она не может не учитывать особенности современной системы дошкольного образования. И задачи профессиональной деятельности в такой системе, они, конечно, связаны с тем, чтобы мотивировать педагога на постоянное образование и чтобы мотивировать педагога на решение широчайшего спектра задач в взаимодействии с современным ребенком. Тогда вот эта система непрерывного образования педагога-дошкольника, она протягивается через все образовательные ступени, потому что возрождение педагогических классов в школе, вход в педагогическую профессию через систему педагогических колледжей, продолжение этого образования через систему дополнительного профессионального образования, через систему высшего образования, через систему магистратуры и бакалавриата. То есть могут быть совершенно вариативные маршруты построения вот таких моделей непрерывного образования, Но то, что обязательно в ней должно присутствовать, это консолидация профессионального сообщества. Если мы не задумываемся о том, чтобы консолидировать силы науки, а сегодня уже не раз звучало о том, что детство можно исследовать только междисциплинарно, особенно раннее детство. Если в эту консолидацию не войдет практика, потому что задачи для исследования, как правило, возникают в реальной практике образования. Ребенок сегодня приходит в детский сад, и вот она возникает проблема для научного решения. Образование не может идти в отрыве от науки, потому что образование с наукой срастаются в этом смысле тоже. То есть это вот такая единая система. Это, конечно, модель, которая включает педагога вот в этот так называемый полный цикл. Потому что если современный педагог сам не включается в процесс получения нового знания о ребенке, то, наверное, мы не можем сказать, что это педагог, который готов с этим ребенком взаимодействовать. И только получение нового знания о современном ребенке позволяет обновлять методики воспитания и обучения. Почему сегодня очень часто курсы повышения квалификации не приносят такого профессионального удовлетворения педагогу практику? Потому что его знакомят там, ну я бы даже закавычила это, знакомят с методиками, которые имеют мало отношения к современному ребенку. Они не учитывают особенности этого ребенка. И поэтому, когда образовательная ситуация, поможем кукле Маше помыть чашки, срывается детьми четвертого года жизни, потому что дети предлагают взять одноразовую посуду, и никто из них не догадывается, что оказывается по конспекту надо помочь кукле Кате помыть эти чашки, то вот это столкновение с современностью, с современным ребенком. И поэтому вот такое включение педагога и в то, чтобы узнать ребенка, и в то, чтобы изменить методику, сделать эту методику более удобной, смарт-методикой, я бы сказала, это, конечно, тоже включение в эту модель. Наконец, как мне кажется, это модель, которая построена на наращивании так называемых базовых профессиональных задач. На самом деле у педагога не так много групп, базовых групп задач профессиональной деятельности. Он должен всего-навсего уметь общаться с ребенком, организовать его деятельность, поддержать и сопровождать этого ребенка и его родителей, создавать среду развития, реализовывать образовательную программу в детском саду. Ну, казалось бы, это же очень мало, но вы понимаете всю иронию, о которой я говорю, потому что мне кажется, что наращивать или осваивать эти задачи можно всю профессиональную жизнь. И вот здесь на слайде я привела только один пример того, как, например, наращивается компетенция, связанная со способностью общаться с ребенком. Если в школе мы можем проводить конкурсы и просветительскую работу, которая связана с тем, что школьник понимает, хочет он или не хочет общаться с ребенком, а это базовое умение и вообще базовая мотивация, которая ведет его в педагогический вуз, по сути, то в системе среднего профессионального образования он учится решать типичные задачи. Придя в вуз, он учится проектировать, но все-таки задачи общения с ребенком. А выйдя за пределы высшего образования и ориентируясь вот в этом широком профессиональном поле, он может повысить квалификацию в области общения с одаренным ребенком или в области общения с особенным ребенком, или в области индивидуального общения, подгруппового. Ну, я дальше могу приводить очень много примеров, но базовая при этом компетенция, да, или базовая группа задач остается одна и та же. И тогда педагог понимает, что он делает в этой системе непрерывного образования. Это вот такой тоже вброс для размышлений, который мне сегодня хотелось бы, которым мне хотелось бы сегодня поделиться. Ну, и если у нас будет создана такая система, то, наверное, мы можем сказать, что мы сможем подготовить современного педагога для современных детей. И высказывание ребенка, его ответ на вопрос, что бы ты сделал, если бы у тебя была волшебная палочка, я бы попросил, чтобы я никогда не взрослел. Я очень люблю детство. Вот давайте думать о том, как нам еще лучше сделать так, чтобы дети очень любили детство. Спасибо. Большое спасибо.